салем достар булка штанов мин нынка штанов reaction арнама кошки эльдин стер сегодня у нас будет реакция на видео под названием первый раз в казахстане то не так со станой так ребят вот такое название видео незамедлительно приступаем к просмотру но прежде чем мы приступим к прохме за то что подписывайтесь на канал достар кто еще не подписался внизу кнопка переходите подписывайтесь включайте колокольчик уведомления и кстати ребят кто уже давно подписан пожалуйста проверьте ваши подписки youtube иногда по непонятным ни для кого причинам просто отписывает людей сколько встречал подобных комментариев мол был подписан и тут смотрю видео перестали появляться в рекомендациях что случилось заходят на канал смотрят подписки и подписки нету ребят поэтому все проверьте пожалуйста свои подписки кого youtube подписал подписывайтесь кто впервые на канале тоже жду всех подписчиков так ну что давайте приступать ах да кстати ребята реакции на фильмы и сериалы на моем бусте по ссылке в описании там ничего не блокируется контента очень много он выходит регулярно каждый день и там всегда есть что посмотреть поэтому всех жду ну а мы приступаем привет пользователям интернета я сегодня тороплюсь но у меня еще не вымыты посуды и не высушена бошка мне вылетать мне уезжать или сейчас бодрое начало тут 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 до нового года 282 дня а у меня уже елка стоит бывалые сидят по ходу копилка 455 это но это ценовый аэропорту а нормально классик бургеры по полтысячи неплохо самолете принесли харчи из-за того что лететь четыре часа вот принесли курочку каким-то пшеном типа когда летаешь из москвы в питер тебе ничего не дают кроме воды и пряника а тут перелет долгий и поэтому дают еду и все было классно кроме вот этого куска мяса закрой глаза и ешь просто половина стены это реально стройка потому что я сейчас проезжала несмотря на то что я ехала в спальный район я ехала через город идут везде стройка понимаете типа это столица столица город строится развивали питер но при этом краны стоят вообще повсюду я видел несколько достопримечательностей а основными это были краны я задумала я приеду в другую страну тут вот хаваю how much здесь все абсолютно спокойненько разговаривать на русском но при этом они разговаривают на таком просторечном русском типа простыми словами выражаются иногда подают окончание а прилетела вот так это же хорошо плане того что для коммуникации просто лучше ничего не придумаешь вышла из аэропорта села в такси и водитель мне сказал обратился ко мне на ты я так поняла потому что у них нет просто такой культуры обращаться на вы вот русском языке это есть тип разделения на ты бы вы мы говорим когда хотим обращиться ну обратиться официально у них такого здесь нет и не потому что они какие-то не такие а потому что у американцев например тоже не от культуры обращаться на вы они сразу но мне говорят you you это ты и тут мне тоже сказали ты я такая типа ой извите а сколько я должна заплатить он такой что-то там ну короче он чё ты там мямлишь да говори нормально да нет тут наверное же дело просто в возрасте скорее всего там таксист был ну мужчина да или парень ну явно постарше это мы смотрим вообще какую-то юную девушку и дело все возрасте кто-то помладше если будет обращаться к этой девушке он наверное скажет обратиться к ней на вы а к ней обращаются на ты соответственно те кто ее старше ну да у нас в россии все-таки даже вот если я буду кому-то обращаться ну как бы вот в обществе где-то я не знаю там в магазине не важно где и там будет человек который явно младше меня но не ребенок не подросток но лет двадцать человек куда лет допустим я все равно скажешь на вы но это просто так принято как бы в этом а у вас это все на ты в этом нет ничего плохого и хорошего нет просто так заведено у вас больше акцент на возраст делается у нас акцент на возраст не делается это очень странно еще насчет таксистов сразу же скажу что здесь просто они лихачат как будто бы у них есть вторая жизнь и сигнали сигнали да настолько были но это наверное немножко так опровечь опрометчиво со стороны девушки так всех таксистов клеймить этим словом но что-то такое осуждаю осуждаю вот она приехала из россии мне немножко стыдно за нее хотя как бы ну у меня своя жизнь у нее своя жизнь мне вообще все равно должно быть на нее по идее да но как бы она как такой некий представитель русского народа русского менталитета россиянка русская и вот так вот в интернете про это говорить зная что тебя будут смотреть казахи в том числе и таксисты в том числе возможно это таксист посмотрит и таки даже если ты так думаешь не надо об этом говорить вслух тем более в интернете в наше время вот я этот момент осуждаю конечно небо которого я не видела уже всю свою жизнь покажу устанавливать тут светит солнце тут малость я иду без шапки потому что мне тепло и Ей тепло, блин Просто ты не в то время там оказалась Астана Самая холодная столица В мире после Улан-Батора Второе место Она просто не знает Как там бывает холодно Минус 45 это ок Еще и дикий ветер Без шапки Ну конечно, это она походу в середине лета Приехала и такая говорит Я хожу без шапки, мне тепло Ну окей Тебе еще ветер Что невозможно дышать спокойно Серьезно Ты идешь И тебе убивать все дыхание Но при этом водитель Ну я бы спрашивала у водителя Символ Казахстана Это орел Потому что Казахстан находится Казахстан это степь Здесь открытые территории Поэтому и ветер здесь большой Но при этом Ветер необходим Казахстану Потому что иначе бы Он задохнулся Астана бы просто задохнулась Из-за дыма Из-за производства Вот Как же другие города Столицы Где нету дыма и производства Вернее где есть и дым и производство Но это я думаю такое сомнительное утверждение Вот в Алматы бы ветер Да ребят В Алматы бы ветер Там же как Город находится В такой Типа расщелине что ли И вот это вот В нижней части Алматы Смог скапливается Вот туда бы эти ветра Чтоб там все это прогоняло Но там горы не дают Разгуляться подобным ветрам Вот туда нужно Такую погоду Вот у нас такого В обычных магазинах нет Но у них вот эти вот Кимчи И На каждом углу В каждом Маленьком магазинчике У дома Типа я такое видела Только в этажах В Питере Или там в буква Е Где можно найти А тут у них Это просто так Там же написано Корея Корейская лапша Да Ребят У нас тоже такое Не продается Вот просто зайти У нас такое не продается У нас есть отдельные магазины Где всякая Анимешная тематика И там тоже Соки со вкусом Я не знаю Там тыквы Ну тыквы это банально Да Но не суть Вот это вся Корейская Японская Экзотическая Корейские Японские Экзотические Вкусности И сладости Вот там это все продается Но это специализированные Магазинчики Можно так сказать Просто в повседневе В обычной Пятерки Такого нету Добрый есть Это кнопка Да Она не кликается Или она все Воспринимает Нажатие Она нажала Мы идем сейчас на тот мост Хи-хи Конечно Мы идем на тот мост Просторно Чтобы просто пройтись по нему Потому что он вроде как пешеходный И закрытый Это первый день Наверное Когда в Астане Нет Нет ветра Это просто чудо какое-то И погодка И золотые перилы В общем здесь осетр Какого-то перепугу стоит И Ваня такой Это мост в форме осетра Осетра Не знаю как правильно Потому что он Изогнутый Как рыба Интересный дизайн После первого человека В ней черные куртки Перед нами И Живаня не в черный И я не в черный Молодежь как правило Все пестрые А кто постарше Более сдержанный стиль Предпочитает строгий Не знаю почему У нас то же самое Субтитры создавал DimaTorzok Блин какие просторы Там реально На самокате передвигаться Ну или на каком-нибудь скутере Пешком Да ем Очень вкусно Какой-то странный ресторан Неизвестный Для названия Очень здорово Мы открылись потом Что-то напоминает Вкусная точка А это как раз таки тот период Когда Макдональдс Казахстане Переименовывался Интересно А почему В Казахстане Ребят Почему Макдак В Казахстане Переименовали Я не пойму Ну в России Оно понятно Да Почему А в Казахстане В чем дело Почему После стольких лет Название Макдональдс Сейчас оно у вас там По-другому называется Кстати напишите как Не помню Знаю что переименовали Но не помню Это походу Это походу Тот же самый Таксист был Он ее просто Вспомнил Да конечно Блин Ну так Легкое Спокойное Видео От молодой Девушки Все в этой тематике Но вот Момент с таксистами Прям Мне этот Не понравился Конечно Понятно В каком ключе Она сказала Да То что они там Типа лихач Там сигналит И все такое Гоняют Не знаю кстати Насколько это правда Напишите в комментариях На самом деле У вас там Все такие Гонщики Таксисты Что там Ну больше сделаешь Больше и возьмешь заказов Соответственно Твое материальное положение В моменте улучшится Оно все ясно Ну блин Если это прям Настолько все То Страшновато Наверное Летать на такси Ну ладно В целом Ну в целом Ну посмотрели Приятно Прикольно Провели время Еще Момент Уж понравился Как она радуется Что в Астане Тепло И она ходит Без шапки Практически В середине лета Да Интересно Чтобы она сказала Когда оказалась В минус 45 На остановке Стоя на остановке Да Так ладно Пишите комментарии Ваше мнение Что вы думаете По поводу всего Здесь увиденного И услышанного Подписывайтесь на канал Прожимайте колокольчик Уведомления Пишите комментарии Обязательно Ребят Читаю каждый комментарий К сожалению Не на все Не на все Могу отвечать По причине Банальной Банальной Нехватки Времени Потому что Комментариев Очень много Но читаю все Поэтому жду Вашего мнения В комментариях Также подписывайтесь На мой Бусти Ссылка в описании Там Кстати Действует Бесплатный Двухдневный Пробный Период То есть Можно зайти Посмотреть Все топовые Сериалы Первые серии Посмотреть Как это Что там Устроено Если вам В принципе Понравится То Как Какой контент Представлен На Бусти То Можете Смело Подписываться И видео Выходит Там Каждый День Каждый День Так что Всех жду А на этом Все Всем пока Удачи До встречи